Бывает так, что мужчина очень хочет побыть один, ну хотя бы пять минут. Оставшись один, он начинает думать о своей единственной и мечтает к ней вернуться. И это не хрень какая-нибудь. Мужчины, как существа непритязательные, но крайне романтичные, часто выбирают для одиночества обыкновенную лавочку, но обязательно с хорошим видом и перспективой. Если перспектива подкреплена закатом или рассветом, это значительно усиливает романтику одиночества и придает мыслям о любимой и единственной более плавный и осмысленный ход. Лавочка вообще может выглядеть как угодно. Это может быть даже табурет, но небо, горизонт и прочие составляющие перспективы должны быть обязательно. Иначе мужские мысли о женщине начинают путаться и приобретают различные осложненные формы слабо прогнозируемого характера. Для усиления эффекта мужского одиночества рядом с лавочкой должен быть фонарь, как символ мужского начала вообще и для освещения в частности. Идеально, если фонарь прямой, а не с загнутой вершинкой, которая несомненно принижает его авторитет как символа. Можно сказать, что на знамени мужского одиночества гордо красуются лавочка на фоне светила и прямой фонарь. Иногда на некоторых флагах появляется символ забора. Но об этом поговорим чуть позже. Усилить эффект одиночества можно при помощи друга и пива. Или просто друга пива. Бывает так, что невзначай приходит подруга водка. Но это уже другая степень одиночества. И сегодня о ней не хотелось поговорить. Частенько некоторым мужчинам везет. Их любимая неожиданно отправляется на несколько дней к маме. Все, что хочешь, можно делать дома. Кто-то начинает писать стихи. Кто-то песни. Кто-то капустники. Впрочем, обо всем по порядку. Мы начинаем наш капустник про жизнь.